Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, вы слушаете Радио Медиа Метрикс и в эфире программа «Автотема». Ее ведущие Алексей Корниенко и Ленц Аркадий, и сегодня у нас в гостях Артем Очкасов. Привет, Артем. Всем привет. Привет. Да, всем привет. Привет, Артем, на самом деле давно очень не виделись, очень, скажем так, неожиданно получилось, что я с этим человеком знаком практически всю жизнь, и мы потерялись на достаточно большое количество лет, потому что до этого занимались велосипедами, и ни у кого не было машин. А тут так получилось, что мы пересеклись уже в автомобильной теме, и оказалось, что Артем очень известный блогер, журналист, который пишет практически, насколько я понимаю, для всех возможных наших изданий и невозможных изданий. Да, прежде всего для себя уже пишу. А у тебя свое какое-то уже издание? Нет, сейчас я пишу в блоге, блог на социальной сети drive2.ru в основном. То есть я много блогов в разных платформах перепробовал, и остановил сейчас на Drive2, и получаю максимальную обратную связь. То есть, насколько я понимаю, ты из наемного сотрудника, в свое время работав, продавая велосипеды, превратился практически в СМИ? Ну, фактически да, то есть только лучше. Ты монетизировал свое хобби? Ну, не совсем так, то есть получается, что блог – это все-таки для меня хобби прежде всего, но оно помогает находить также новых партнеров на свою основную деятельность, то есть если я раньше занимался маркетингом, рекламой в велосипедах, потом в горнолыжных курортах, то теперь у меня есть частные клиенты и бизнесы различные, которые связаны в том числе с автомобилями. Но ты перешел исключительно сейчас на автомобили, и насколько я понял, что твой инстаграм, просто подписан на тебя давно, а так тебе никак не удавалось пообщаться, то есть ты берешь, насколько я понимаю, машины на тест-драйв, и плюс еще участвуешь в крупных тест-драйвах. Ну да, то есть в основном я либо беру машины на тесты, либо беру машины на тесты, еду куда-то на них в путешествие. И не возвращаю, да? Конечно, нет, есть специальный гараж, они все там стоят, в общем-то, да, ну а потом на Авито продаю что-то. Гараж уходит за горизонт, да? Да, да, ну а как, надо их как-то выживать-то в наше время. Ну да, или тест-драйвы, то есть производители приглашают меня на тест-драйв разных автомобилей, вот только что вернулись мы из Африки, куда ездили на Рену Дастер. Да, мы как раз говорили перед передачей буквально об этом, я был очень удивлён, просто я как бы… Я начал уважать этот автомобиль, когда мне сказали, что они доехали до Африки, а вернулись? Ну вот сейчас должны вернуться скоро, да, потому что мы на самолёте полетели, ребята там едут, это несколько дней, потому что всё-таки все не роботы. То есть, есть некие драйверы, которые эти автомобили туда за рулём как бы отвезли, да? Да, есть агентство, которое организовывает тест-драйв, и там есть сотрудники, они же инструкторы, выполняют роли технических, как-то помощников, персонала, ну и также выступают в роли водителей на вот таких перегонах. Но вообще надо сказать, что эта практика нетипичная, потому что обычно на тест-драйве автомобили везут, например, автовозами, но в случае с Марокко есть определённые ограничения, например, если везёте автомобиль, он должен быть у него водитель, поскольку там есть ещё паром. То есть, на автовозе нельзя получается коммерческая перевозка уже? Насколько я понял, да, то есть, возможно, это какие-то совсем другие деньги, и просто так привезти там 8 машин нереально на автовозе. Автовоз не доедет, его дороже лечить потом. Там на самом деле ребята доехали до Италии, оттуда паром, он два дня идёт из Генуи в Касабланку, если не ошибаюсь, и собственно и всё, то есть машины прошли на момент, когда мы заканчивали тест-драйв, они прошли порядка 11 тысяч километров, новые выехали, потом две группы журналистов и блогеров по горам, по пустыне Сахара, там убивали просто, ну вот, что есть мочи, да, и в принципе ни с одной машиной там никаких проблем. Что на самом деле настолько для меня удивительно, потому что до сегодняшнего дня на самом деле я к этой машине относился достаточно предвзято, то есть, ну, вроде как бюджетный автомобиль, я даже никогда не подозревал, что есть какие-то внедорожные качества, что он такой надёжный. То есть, Автём говорит, что реально классная тачка за свой миллион, практически сейчас рекламу сделали на этом автомобиле. А теперь представляешь, что они сейчас, если доедут до Москвы, им сразу дадут сертификат утилизации, мне кажется. Да нет, я думаю, что знаешь, их либо ещё в пресс-парк отправят, там пресс-парк, ну да, не так просто добить их, а либо потом там, да, продаются, всё, там бабушка ездила только в церковь, там, как полагается. Ну, это всегда так. Тёма, расскажи, пожалуйста, просто мне на самом деле самому это безумно интересно, как так получается, т.е. как люди попадают на все эти тест-драйвы, я имею в виду, не просто люди со стороны, а изначально. Изначально. Как ты попал, грубо говоря, на мой взгляд, это профессия мечты. Ты катаешься на тачках, рассказываешь о них и ещё за это получаешь деньги. Как это получилось вообще? Ну, прежде всего с этим, что это работа мечты, не согласна, моя жена. Ну, это, видимо, не работа мечты, когда можно дома никогда. Потому что, да, то есть дома, на самом деле, бываю, на мой взгляд, может быть, часто, но на самом деле нет. Ну, это на твой взгляд. Нормально доходится. Да, нет, но понятно, да, что если ты несколько раз в месяц ездишь на тест-драйвы, и каждый занимает несколько дней, это не очень нехорошо. Несколько раз в месяц, и каждый занимает несколько дней. То есть дома ты присутствуешь, периодически уехать на тест-драйв. Ну, это, конечно, да. С этой точки зрения стыдоба, но в остальном, да, действительно, работа интересная. Зато ты довольный. Ну, смотри, да, здесь, конечно, это немножко эгоистичная история, но зато есть возможность увидеть мир. А жена не завидует? То, что ты смотришь мир, а она нет. Или есть возможность брать? Ну, мы иногда, конечно, куда-то ездим вместе, но на тест-драйвы нет. Ну, у меня же ещё ребёнок есть, да, то есть всё вместе. Ну, это интересный формат, кстати, надо об этом подумать, да, то есть сказать, у меня такой райдер, я еду… Брэми тест-драйв. Это же был недавно где-то с ребёнком по моему. Ну, это мы ездили просто там отдохнуть, да, на выходные буквально. На автомобиле куда-то на Кавказ? На Кавказ это было летом. Это мы ездили в Кабардино-Балкарию, в ущелье Тальклагерь Улутау. Ущелье называется Адерсу, очень интересное место, на Паджироспорт ездили. То есть, ты всю семью взял? Да, мы с сыном, с женой поехали туда… А это был ли в формате именно работы? Ну, нет, это не формат работы, это как раз формат отдыха. То есть, взял машину, да, дай мне попробовал отдыхать. Ну, да, да, но не на своей же ехать, в конце концов. Естественно, зачем ломать машину? Зажирался человек, зажирался не на своей же ехать. Нет, ну, а что, Паджироспорт, хорошая машина, там мы ездили по горам на высотах по 3000 метров, по камням туда заезжали всячески, нужен для таких дел равный внедорожник, а если прикинуть, сколько разных бывает форматов поездки, то прикинуть размер гаража, сопоставить с доходом и понять, что он никогда не сможет себе этого позволить. Поэтому, раз есть такая возможность, надо пользоваться. По итогам выходит интересный материал или серия материалов и производители тоже довольны, то есть, в принципе, никто… А бензин за свой счет был? Бензин за свой счет, да. Хотя это дизель, там же расход небольшой. Дизель небольшой расход, да. Правильно подобрал машину. Да, да. Ну, хотя, на самом деле… У местных купил. Да, слили, слили с автобусов там, там автобусы на газу вот в чем проблема в основном, поэтому… То есть, ты пытался это сделать? Конечно, конечно. Ну, а как, экономика должна быть экономной. Нет, на самом деле, прошлой зимой мы ездили также с семьей на удлиненном Кадиллаке Escalade ESV, мы ездили в Европу на три недели. Бензовоз брали с собой, скажу честно, из России, чтобы подешевле было. Бензовоз не брали, и на самом деле… General Motors устраивал, да? Нет, просто взял покататься, сказал, ребят, можно я тут немножко покатаюсь на Новый год? А сам на нём раз и в Италию, и через Венгрию, Словакию, Словению, Австрию и так далее. Тоже увлекательный получил стрип. Кстати, расход топлива на Escalade получился. Ну, ты, я думаю, Алексей в курсе, какой расход там на самом деле. Там им пугают, вот там 6,2 мотор, значит, расход будет 30 литров. Там уже отключаются цилиндры. Расход средний за всю поездку составил около 13 литров, что ли. На самом деле, по-божески. Я вот езжу на трёшке BMW по Москве, у меня 18 расходов. Ну да, по Москве, конечно, там можно выдать и больше, но для дальних поездок автомобиль просто исключительно хороший. Ты спонсор нефтяных компаний. Понял? Ты можешь гордиться этим. Вопрос есть вот прямо про автоблогерство. Я вот автожурналист, а теперь я понимаю, что я автоблогер. Теперь я тоже стал автоблогером, потому что я начал писать что-то в соцсети. Я так понимаю. В чём разница? Расскажи, автожурналистика и автоблогерство. Наверное, основная разница, если, допустим, со мной сравнивать, потому что у меня формат, в принципе, текст, он близок к классической автожурналистике. То есть у меня… Но ты больше журналист, чем блогер всё-таки, я так понимаю. Ну, если посмотреть по материалам, то да. То есть у меня журналистский подход. Я стараюсь, по крайней мере, чтобы был текст взвешенный, не просто ради развлечения, а несущую информацию. Ну, с минимумом ошибок. Без мата. Да, без мата, с хорошими картинками, которые тоже я делаю. У тебя очень интересно. Я в Инстаграме всегда читаю то, что ты пишешь. Ну да, в Инстаграме я, в принципе, ничего не пишу. Почему? Там очень короткая фраза. По крайней мере, они адекватные. То есть там не просто, не знаю, смайлик или фейспалм вот так вот. Ну да, но на самом деле ещё более длинные тексты, в которых количество знаков измеряется тысячами, находятся у меня в блоге на Drive 2. Он будет читать тебя. Ну так вот, и основное отличие, наверное, в том, что у автожурналистов у него есть зарплата. То есть он знает, что крутой автожурналист, он придёт раз в месяц в бухгалтерию или ему на карточку упадёт некоторая сумма денег. В случае с блогером источники дохода непонятны, потому что никто не будет тебе платить за тест-драйвик, никто не платит за них журналистам. То есть когда уже какой-то журналист едет в пресс-тур с какой-то маркой куда-то, он за это конкретно денег не получает. То же самое с блогерами. Но ему это оплачивают. Ну это оплачивают, билеты, проживания. Он ничего не тратит, он не зарабатывает, но это как бы не налагает обязательства, что он должен написать хорошо. То есть это, в принципе, конечно, подразумевается и приветствуется с автопроизводителями, если ты поехал на тест-драйв, и потом ты пишешь хорошо про эту машину, потому что они тебя поселили в пятизвёздный отель, там спазона массаж горячими камешками и так далее и тому подобное. Мы к этому ещё вернёмся, всегда было очень интересно. Просто я достаточно много читал в своё время журналов, сейчас, к сожалению, нет времени, но и на глянцевых изданиях. Я всегда жутко завидовал этим людям. Они приезжают в шикарный отель, катаются, это на самом деле так, кстати. Ну смотри, это на самом деле так, ты приезжаешь в шикарный отель. Но раньше, говорят, у крутых журналистов были перелёты бизнес-классом массовые, сейчас, я думаю, это только какая-то совсем элита, но в целом все летают экономом. То есть ещё годик придётся подождать. Теперь надо сдать. Нет, ну в целом сейчас все летают экономом, основные группы, то есть возили всех бизнесом когда-то до кризиса первого. В 1800? Да, да, ещё тогда. И да, селят в хорошие отели, всё там, рестораны в Мишленовские водят. Не зря автожурналистов называют экспертами по вину и сырам. Но на самом деле это не так всё кайфово, потому что ты приезжаешь в отель, если ты хочешь быстро сделать материал, выложить его сразу, быть первым, то ты должен, во-первых, в самолёте сидишь, не кино смотришь, ты пишешь материалы, источники, анализируешь технические характеристики, доступные материалы, что ты уже заранее подгоняешь. Потом приехали в роскошный отель, там супер-пупер-ужин, там надо пьянка, гулянка. А за ужином ты тоже сидишь за компьютером. А ты сидишь, потому что дома, в офисе, в номере, потому что тебе нужно материал, который ты задний отснял, туда скомбинировать, всё обработать. А ты сам снимаешь, ты и фотограф, ты и фотографируешь, и пишешь. Я всё делаю сам. В принципе, конечно, на каждом тест-драйве проводится прешутинг, так называемый, и также ещё одновременно идёт репортажная съёмка. Журналисты практически так не делают. Некоторые издания совсем редко используют собственную съёмку. Например, портал «Колёса.ру», они делают свою съёмку, чаще всего ездят люди, которые умеют это делать с фотоаппаратами. Но это, на самом деле, большая редкость. Большинство изданий используют фото с флешки. То есть, приехал, в принципе, пресс-релиз у тебя есть. Журналист просто понравился. Да, пресс-релиз у тебя есть, у тебя есть флешка с фоточками. То есть, задача, в принципе, упрощается. Но, опять же, потому что ты получаешь зарплату, и что бы ты ни написал, все со снисходителем к тебе относятся, понимают, что у тебя зарплата не очень большая, соответственно, сделай нормальный материал, всё будет окей. То есть, есть издания, которые работают не по такому принципу, но тот же Авторевью, например, они не очень часто ездят в такие пресс-туры. Они имеют автомобили до вот этих всех пресс-туров. И если заглянуть, там у них, конечно, материалы круто проработанные, там за рулём тоже есть подобные материалы. Но это очень серьёзное издание. Ну да, да. В принципе, больше, наверное, остальные – это минимум. То есть, кто-то проводит крутые тесты, например, тот же Drive.ru, Drom. Они проводят тесты. Кстати, да, на Drive очень интересные тесты. То есть, они делают сами тесты, делают сравнительные тесты, чего, в принципе, блогер себе, на самом деле, не может позволить, потому что это очень сложно, дорого и так далее. Сделать тест сразу, допустим, четырёх автомобилей. А у тебя есть какая-то команда? Или ты всегда работаешь один? Ну, в принципе, один работаю, да. То есть, получается так, что ты едешь в компании с журналистами от других изданий, насколько я понимаю, от каких-то блогеров. Так мы так и, на самом деле, не выяснили, как ты туда попал. Ну смотри, на самом деле, затесался в этой компании очень благодаря случаю, то есть, когда я ещё занимался велобизнесом, я фотографировал, увлекался фотографией. Ты же всегда фотографировал много. Да, уже тогда увлекался фотографией, и меня коллеги из портала PlanetPix. Они, кстати, сейчас со временем очень круто развились, там делают всякие трансляции 360-градостные и прочее. Они меня пригласили поехать для РИА Новости и для их портала в автопробег Пекин-Москва. И, собственно, в рамках этого автопробега, который был организован правительствами двух стран, я и приобщился. То есть, там такое всё было официальное. На чём бежали? Great Wall Hover H6. Такие-то, типа, китайские копии. Я просто даже не представляю, что это. Китайская копия Honda CR-V. На самом деле, тоже за 12 машин до Москвы ни одна, даже лампочка не перегорела. Это были подготовленные? Нет, на самом деле, абсолютно обычные. Но не суть. В общем, и там у нас были в каждом населённом пункте встречи с местным руководством, ансамбли, оркестры. Пляски с медведями. Да, пляски с медведями. В России, например, для нас на час перекрывали федеральную трассу на границе с Байкальского края и Бурятии. На час, потому что там были танцы всяких местных староверов. То есть, ну вообще… И то я такой от этого формата немножечко был в шоке. Не сильно вяжется с автомобилями. Приехал сектантом, короче. Ну и такой думаю, ну ничего себе, ребята нормально отдыхают вообще. Но тогда я ещё не понимал, насколько тяжёлая работа, да, и всё это, ну просто такой был ознакомительный тур. Но вы все ехали по очереди, так понимаю, за рулём, чтобы протестировать. Ну конечно, да, по очереди за рулём, да, кто мог был с утра-то после всех этих встреч там дорожественных на высшем уровне. Ну у нас, в принципе, по России мы ехали с колонной сопровождения ГАИ, вот, то есть там сирены, мигалки всем прижатся к обочине, там, на хорошей скорости. По России, по Китаю, машины все без номеров, по Китаю без номеров, там тоже без ограничения скорости, с местными китайскими ККБшниками. То есть это было, это произвело впечатление, конечно. Это сломало стереотипы, и ты решил завязать с велосипедами? Нет, ну на самом деле с велосипедами я не поэтому завязал, а просто вот эта вся история, она, конечно, показалась мне интересной. И постепенно я стал брать различные машины на тест, начал с китайцев, как раз с марки Great Wall, и постепенно, постепенно начал. То есть ты просто приходил в представительство и говорил, ребят, дайте-ка я напишу что-нибудь интересное. Ну, не вам, да, давайте-ка я напишу что-нибудь интересное, там свой блог, тогда это был LiveJournal. И показывал вот эти вот посты из пробега Пекин-Москва, и то, что там наснимал с первыми машинами сразу получилось удачное портфолио, я так понимаю. Ну да, да, сразу получилось. Вы видите, в каком я серьезном мероприятии участвовал? Да, да, вот как-то так. И, в принципе, все как бы самому пришлось делать, полностью самостоятельно выходить на все представительства. Ну, и как видишь, да, то есть постепенно многие из них реагировали, и реагировали, продолжали. И вот сейчас это все пришло к тому, что есть, что, в принципе, я работаю почти со всеми автомобильными брендами. Как видишь, почти? Ты сказал, что с BMW ты еще не работал. Вот с BMW не работал, да, но мы вот недавно общались с представителями марки, то есть, в принципе, преград нет. Сейчас, наверное, скоро будем тестировать новый X3. А у тебя есть вообще какие-то предпочтения по классу автомобилей? Потому что мы сейчас говорим, получается, в основном это внедорожники у тебя. Ну, внедорожники, кроссоверы, да, потому что я очень люблю путешествия, и путешествовать мне нравится без ограничений. И если в Европе, в принципе, можно всюду заехать на любом автомобиле, потому что там, куда тебе нельзя заехать, тебе туда и не надо, потому что частная территория. А там, куда ты можешь заехать, ты заедешь на чем угодно. То по России ситуация немножко другая, и вот, например, мне нравится ехать куда-то на тот же Кавказ, в обход объездных магистралей, в основных. То есть, мне не хочется стоять в пробках, мне хочется иметь красивые виды, чтобы не было вокруг других машин. Да, фотографии были красивые, опять же. Ну, опять же, да, и поэтому эти все места, они находятся на грунтовых дорогах, на каменистых, там, где даже не каждый кроссовер, как правило, пройдет. Поэтому, ну и плюс нужен определенный объем, поэтому мы приходим плавно к внедорожникам. Ну да, потому что с собой много на купе не увезешь. Да, да, поэтому вот все-таки для России наиболее универсальный вид автомобиля – это внедорожные автомобили. Ну, ты говоришь, что для России, но я же так понимаю, что ты не только в России тестируешь. То есть, у тебя, ну, сейчас это в Марокко было, и насколько я помню, ты еще много, ну, по крайней мере, я ориентируюсь сейчас на Инстаграм. К сожалению, на Drive2 я не зашел, не успел. Ты же не только по России тестировал. Да, конечно. По поводу, вот я смотрел, Toyota Prado достаточно долго вы тестировали, это по России было? Да, Prado, Prado, да, много ездил по России на нем. Сейчас вот были у нас тесты нового Toyota Fortuner, тоже рамный внедорожник, тоже в России. То есть, я, честно говоря, не припомню, чтобы я тестировал рамные именно внедорожники где-то за пределами России. Ну, Россия – это идеальное место, мне кажется. Да, но мне кажется просто, да, но хорошо подходят кроссоверы, там различные тестировали где угодно, Германия, Дания, Голландия, куча мест. А сколько ты уже этим занимаешься? Слушай, ну, получается, я этим занимаюсь пять лет. Ну, приличный уже срок такой, скажем, уверенный. Слушай, а за пять лет, ну, так, навскидку, сколько ты уже успел объездить стран? Про машины я, наверное, даже не буду спрашивать. Слушай, ну, я не считал, на самом деле. На сотни сбился? Нет, ну, я думаю, что не сотни, потому что все-таки обычно тесты проводятся либо в европейских странах, либо в России. И все чаще в России, потому что, конечно, у нас есть разнообразие рельефов, мест, ну, и, банально, дешевле все-таки. Сейчас, как ты знаешь, автобизнес, нельзя сказать, что он прям супер-пупер хорошо себя чувствует. Не сказал бы, чтобы он на пике, скажем так. Да, не сказал бы, чтобы он на пике. Поэтому, конечно, затраты на рекламу, на пиар, на маркетинг, они сокращаются постепенно. И поэтому лично для меня это очень… Сильно сокращаются. Да, но для меня это очень важно, что все же мы работаем с разными производителями. Потому что в то время, когда, в принципе, сокращается пул людей, которые ездят во все эти туры и так далее. Скажи, а был у тебя какой-то такой тест-драйв, скажем так, самый запоминающийся, то есть, который оставил отпечаток, который запоминаешь все время? А, ну, да. Или каждого у тебя… Слушай, ты сказал вот сейчас, я как раз вспомнил, где я тестировал… Морально, а не физически, самое главное, да? А тут как пойдет. Бывает морально, бывает физически. Я вспомнил как раз, где я тестировал равные автомобили за пределами России. Это как раз было в прошлом году. Назывался проект «Трансазиатская экспедиция Марокк». Это… «Фольксвагеном Марокке», который… Да, это был большой проект. То есть, старт из России по великому шоковому пути в Китай через… То есть, тебя все-таки тянет в эту сторону. Через все страны. Ну, потому что этот путь, он не зря, собственно, исторически имел такое значение. И сейчас это тоже место силы. То есть, я проехал один из участков этой экспедиции. От Душанбе в Таджикистане, столице, до города… До города Бишкек в Киргизии, через Памирский тракт. Памир – это гигантское такое плато на высоте более 4000 метров. То есть… С разряженным воздухом. Да, воздух там такой вообще. То есть, горная болезнь, в принципе, в той или иной форме была почти у всех. Ну, и пейзаж там, в принципе, обычный горный пейзаж, по большому счету. Но, когда ты понимаешь, что вот это все вокруг тебя находится на высоте больше 4000 метров, перевал, на который мы заезжали, самый высокий, Акбайтал, он 4600 с чем-то метров. Но все прошло нормально, то есть, машины выдержали? Да, машины выдержали. Я просто потому, что в таких, скажем так, условиях может не хватать на сколько моего воздуха автомобиля. Ну, все-таки турбомотору в этом плане немножко проще. Не зря там, собственно, турбированные двигатели пришли из авиации, где эта проблема разрежена воздухом, она как нигде остро всегда стояла. В горах, конечно, машина теряла тягу, но для меня стало, на самом деле, сюрпризом, что Амарок, в принципе, он же вроде бы не такой брутальный, как какой-нибудь Хайлакс, там, Тойота, но вместе с тем… Но, тем не менее, он пикап. Да, нет, он сделан, оказался очень-очень прочно, потому что вот дорога из Душанбе в город Харок и далее, это вдоль реки Пянш мы ехали, то есть, едешь по речке, там узенькая дорожка. То есть, вы ехали не по каким-то именно федеральным трассам. А там других нет, это наиболее федеральная трасса, да. То есть, Ликий и Шелковый путь, он такой и есть. Ну, практически, то есть, ну, это как бы, да, там много таких дорог, и других дорог там, грубо говоря, нет. Вот, например, до города Харок можно доехать только по, ну, там по двум трассам, да, мы в одном месте ехали через горный перевал уже по снегу такому нормальному, то есть, можно было там не ехать, но тогда это было бы там на 5-6 часов дольше или там еще больше. Вот, соответственно, а дальше дорога, она одна, но она убита ее там крайний раз перед войной гражданской, которая там была в Таджикистане в 90-х годах, в начале, да. Ее крайний раз тогда ремонтировали, потом ее всю… Причем именно слово «ремонтировали», я так понимаю. Да, то есть, там у всех асфальтов покрытия нет, там ямы огромные, то есть, местные, кто ездит на внедорожниках, там 35-е колеса минимум. Полоса для тест-драйвов, короче. Ну да, но на самом деле, там было пару моментов, я думал, что у нее колеса отвалятся. На самом деле, Амаруки себя очень круто показали, и даже вот эти двухлитровые битурбомоторы, 180-сильные, 189-силые, не помню точно. Ну, в общем, это мощный, высокофорсированный турбомотор, и с маленьким объемом, хотя там везли… В трубодизельные, естественно. В трубодизельные, да. Там и везли с собой, хотя топливо, то есть, были баки большие, но заправлялись, на самом деле, там есть заправка из «Промнефти», и мы заправлялись на них. А там есть заправки просто по твоим рассказам? Я уже представил, знаешь, постапокалиптический пейзаж, там ничего. Чувак бежит с ведром вдоль дороги такой. Нет, там наверху, на Памирском, на плато, там, конечно, да, там безумный Макс, прям реально. И поселение, там самый высокогорный город бывшего СССР, это Мургав, там, конечно, очень всё выглядит так, реально постапокалиптично, потому что очень всё сурово. Но вместе с тем, внизу мы заправлялись, плюс с собой был 120-литровый бак в каждом автомобиле. Это удобно, потому что в пикап можно положить всё, что угодно с собой. Ну да, но на границе, потом, когда мы переходили, спускались с перевала на границе с Киргизией, там, конечно, за эти баки пришлось немножечко пополнить казну. Ну, потому что ты с собой, по идее, не можешь тащить 120-литровый бак. А нет какого-то уважения всё-таки к журналистике? То есть, вы снимаете передачу про эти машины? Ну да, там снимал телеканал «Моя планета», целый фильм, плюс куча журналистов. Ну, нет. Ну, как бы войти в положение можно, но это трудозатратно, и за труд надо платить, как говорится. Что, в общем-то, и было сделано. А что ещё интересного происходило в этом тест-драйве? Ну, прежде всего, конечно, это отличие от привычного формата. То есть, там не было пятизвёздных отелей. Как раз вот рассказываешь, я не слышу ничего в установках. Не было кейтеринга, когда ты приехал куда-то в такое место, как на обычном тест-драйве, ты думаешь, ух, я забрался в гору, там, вообще всё круто. Там белые шатры. А там, да, белые шатры, которые привезли на Toyota Corolla и так далее. По объездным дорогам. Ну да, по объездным дорогам, но тем не менее, всё уже такая цивилизация, тут всё было по-настоящему. То есть, реальная экспедиция. То есть, палатки, деревни. Палатки. Палатки, хардкор. Ну, то есть, где-то жили в отелях, где можно, но там, как бы, ну, даже в неплохих, но где-то в плохих, где-то, потому что там нет других, например. Жили, где могли. Ну, вот, например, да, то есть, я готов такую ночёвку, которая у нас была помирена в палатках на высоте четыре с лишним тысячи метров, она гораздо кайфовее, чем любой пятизвёздочный отель. То есть, вы были подготовлены к этому? Ну, нет, организаторы привезли палатки, всё это было, конечно. Но это с собой всё везли. Ну, они всё везли с собой, да, это как переходящим флагом переходила к следующей группе журналистов. А, то есть, получалось то, что это не так, что вы сели в точке А и доехали до точки Б, а то есть, вы ехали какими-то такими участками? Поехали из точки А в точку Б, а дальше из точки Б в точку С поехали следующая группа журналистов. То есть, ты не весь шелковый путь проехал? Нет, я проехал только вот этот один участок, ну, он занял там, по-моему, четыре дня примерно. На самом деле, это достаточно. Это было достаточно. А самому первому повезло больше, да? Нет, ну, получается, что у каждого был свой прикол, то есть, каждый этап пути он был по-своему отличался, то есть, у кого-то был Моральское море, у кого-то был Киргизия, у нас был Таджикистан, то есть, самый технически сложный участок, ну, и самый рисковый, потому что самые такие опасные дороги, и не каждый организм может нормально себя вести на высоте, то есть, это непредсказуемая история. Слушай, а им с местным населением не бывает конфликтов? Потому что ездите достаточно в такие глухие места, где я не уверен, что все местные очень рады видеть дорогие внедорожники. Слушай, ну, на самом деле, вот как показывает мой опыт, чем дальше от больших городов, тем лучше местное население, да, и плюс все-таки, когда идет там не одна машина, а колонна, наверное, это придает некой такой ей внушительности, да, и там какие-нибудь там пьяные товарищи не будут к ней переставать. Но, в целом, конечно, надо думать, куда и зачем ты едешь, но, в принципе, маршруты обычно таких мероприятий, они же достаточно четко выверены, никто не едет на обум, есть маршрут. Все заранее, естественно, проработано. Да, маршрут проработан, проработаны точки остановки, точки питания и так далее. То есть, нет такого, а давайте-ка вот туда поедем. Да, такого, конечно, нет, потому что иначе это очень легко выбиться из тайминга и не успеть выполнить, не пройти по точкам и так далее. Давай-ка столько к блогерству вернемся. Ты что-то хочешь, я так понимаю, ты тоже хочешь начать себя заниматься. Я тебе говорю, я как-то превратился из журналиста в блогера. То есть, тебе деньги перестали платить, да? Нет, я, может быть, изначально был блогером. То есть, тебе и тогда не платили. Я всегда, да-да-да, я писал для кайфа, а вот потом потихонечку где-то что-то как-то. Смотри, сейчас вот у детей, да, спрашиваешь нового поколения, дети еще не научились говорить, кем хочешь стать? Блогером. Вот, это новое модное слово и как бы профессия, да, можно сказать. Мне кажется, это уже есть. Скажи просто, очень многие писали про этот эфир, да, как зарабатывает, чем зарабатывает блогер и с чего начать начинающему блогеру. Ну, смотри, на самом деле, если ты хочешь зарабатывать на блоге, то надо делать канал на Ютубе, потому что остальные площадки, они в принципе, например, Drive2, на нем запрещена реклама, да, и прямой монетизации там, в принципе, нет. То есть, я, например, зарабатываю деньги в основном не блогом, да. То есть, блог мне дает там некую популярность, да, то есть, я раскручиваю там себя как бренд. Ты становишься дороже. Ну, типа того, да, то есть, соответственно, я могу там, если я разбираюсь в машинах, много тестирую их, там, я могу там автомобильной какой-то компании предложить какой-то там свой проект, там, помочь им с реализацией их каких-то идей, там, и так далее, с точки зрения именно того, чем я занимаюсь, то есть, пиар и маркетинг. Что касается заработка, то неплохо зарабатывают блогеры, которые ведут каналы на Ютубе, потому что там есть варианты, да, для монетизации большое количество, да, есть там партнерская программа, есть возможности вставлять, интегрировать продукты и так далее непосредственно свои ролики, вот, ну и плюс аудитории, которые готовы воспринимать огромное количество этого контента, да, постоянно растущая, молодая, да, активная, то есть, я об этом тоже думаю, но на самом деле, поскольку я сам… У тебя нет новостового канала на Ютубе? Ну, есть, там есть даже ролики, которые из драйва, которые набирали там порядка там 150-200 просмотров, но на них сейчас я смотрю, конечно, там смешно, то есть, в принципе, смешной формат… Смешно всегда, когда ты оборачиваешься назад и смотришь, что ты делал, неважно, блогер ты… Да, да, но на самом деле, да, на Ютубе, мне кажется, хорошо заходят именно такого рода развлекательные больше вещи. Ближе к народу, чтобы было непрофессионально. Да, чтобы прям вообще очень близко к народу, да, и чем ближе, тем лучше, соответственно, ну, в принципе, так всё и работает. Там можно хорошо зарабатывать сейчас, новая платформа для тех, кто хочет писать картинки, буквы и делать фоточки, да, то есть, есть платформа, называется «Яндекс.Дзен». Я тоже уже пробовал. Она сейчас популярная, она развивается, она отличается просто от того, что было, например, на LiveJournal'е тем, что это алгоритмическая система, то есть, там топ формирует не какой-то Вася, который заранее с группой блогеров решил, как всё распределить, у него какие-то свои предпочтения, а здесь всё математическими методами… По твоим же запросам, получается. Ну да, то есть, показывает людям то, чего они хотят, и постепенно всё совершенствует, совершенствуется и так далее. Просто я недавно как раз общался с представителями «Яндекса» на эту тему, и система действительно очень мощная. Я вот тоже сейчас постепенно там, то есть, туда я публикую то, что по формату не подходит Drive 2, например, то есть, какие-то заметки, которые напрямую не связаны с обзорами автомобилей и так далее. Ну, пока рано говорить об этом, но… Заметки путешественника? Ну, что-то типа того, да. То есть, то, что может быть не совсем в формате Drive, но для меня лично в блоге всё-таки это важнее, именно вот эта обратная связь, то есть, например, на интересные посты, то есть, да, я на них трачу много времени, я куда-то еду, мне за это не платят, ну, максимум оплатят проживание, переезд, но я делаю крутую историю, там, её долго-долго пишу, долго её оформляю, но зато потом я получаю там 2000 комментариев, да, и которые, там, развернутые тексты, там, развиваются дискуссии, да, люди обсуждают, приходит каждый какой-то своей истине, и на самом деле вот именно это живое общение очень-очень здорово, для меня это основной мотив, заниматься блогом. Ну, и ответ от потребителей, если ты кого-то рекламируешь, опять же, правильно? Ну, в принципе, я вот сейчас недавно анализировал свои первые обзоры и понимал, что, да, то есть, там, ну, вот, грубо говоря, когда ты после Great Wall пересел, там, на Lexus, ты, вау, всё круто, вообще там, супер-пупер, да, по-другому и быть не может, и ты, в принципе, пишешь действительно то, что ты чувствуешь, но когда ты сравнишь все эти автомобили, там, премиум-классы, ты у каждого находишь какие-то общие черты, там, уникальные. Идеально машины бывают. Да, и находишь, да, уже то, что действительно, то есть, не имея там накат, не имея опыта езды на разных автомобилях, ты не можешь писать объективно. Вот, сейчас я постепенно к этому... За пять лет. Ну, да, да. Сколько было машин, ладно, сколько стран, сколько машин. Машин много, да, то есть, ну, сейчас я, как бы, немножечко сбавил обороты в плане именно тест-драйвовых машин, стараюсь ездить куда-то только в поездке, либо брать на тесты в Москве какие-то прям самые новинки, или то, что мне прям интересно, подходит по формату моего путешествия. Ну, а так раньше было, да, там где-то 3-4 машины в месяц стабильно. Ну, и вот так каждый месяц. Тём, скажи, насколько я понимаю, это абсолютно творческая деятельность. Она не превращается в рутину, если вот, как ты говоришь, пять лет там постоянно ездишь. Есть, скажем так, какая-то грань между романтикой, вот этого путешествия и рутиной. Ты ещё не перешагнул эту грань, потому что многие журналисты, насколько я понимаю, ну, и насколько я знаю, не всегда им интересно то, что они делают. То есть, может быть, что-то интересно, но в основном то, что ты им сказал, поручили. Ты сам выбираешь, что ты делаешь. Конечно, вышли ты сейчас от того, что ты делаешь. Да, несомненно, потому что я сейчас, на самом деле, я от очень большого количества предложений отказываюсь. Это и по тестам автомобиля, и по поездкам. То есть, я выбираю именно то, что для меня интересно, то, от чего глаза загорятся, и можно будет помчаться маша-шашкой и сделать интересный. Ну, тогда и материал получается интереснее, когда тебе самому это интересно. Естественно, потому что если не интересно… Если у меня нет редактора, который мне говорит, там, ты едешь туда, ты туда. То есть, у меня есть возможность выбора, и когда она есть, я стараюсь ей пользоваться. Но насколько я понимаю, очередь стоит? Ну, я бы не назвал это прямо очередью, потому что всегда есть… То есть, если же ты там отказался, кто-то вместо тебя там встанет в строй, если ты будешь все время отказываться от приложения определенного бренда, ты из этого пула, этого бренда выпадешь. Так что, сейчас, скажем так, журналистов и блогеров их гораздо больше, чем… Чем марок автомобиля. Да, чем вообще возможности для тестирования и прочего. Потому что, как ты говоришь, все хотят быть блогерами. Это не я, это он говорит. Не хочу быть блогером. Все хотят быть блогерами, все являются блогерами, кто купил фотоаппарат, завел в Инстаграм, все, ты блогер. Все считают, что они… Мне кажется, достаточно начать прямо с телефона. Уже купил телефон с камерой. Ну да, конечно. Тем более, камеры сейчас какие-то, так что, нет проблем. Ну, ты сам прекрасно понимаешь, что, как и в любой профессии, особенно в творческой, есть тысячи человек, из них один делает что-то… Хорошая, да, нормальная. Я просто веду свою работу, у меня же свой автосервис, иногда ради интереса просто смотрю, ну и для продвижения, для информации, что происходит на просторах интернета, на ютюбе, на том же. Но вот там из 20 роликов, при том, что… Ну, на одну тему берем, с достаточно нормальным количеством просмотров, дай бог в одном есть информация, а в остальных просто вода. То есть, люди, многие даже не понимают, о чём они говорят. То есть, они то ли не готовятся, то ли просто не разбираются. Потому что, ну, вот ты даже на своём примере можешь нам рассказать, насколько сложно подготовиться. Потому что, открывая капот, когда уже ты ведёшь, например, или снимаешь, когда пишешь об этом, ты должен знать, что там под капотом, как минимум. Многие этого не знают. Ну, само собой, нет, ну да, я считаю, что всё-таки с точки зрения, если говорить о качестве журналистов, работы журналистов и блогеров, то у журналистов оно выше. Потому что оно как-то регламентировано. Ну, потому что люди, в целом, которые автомобиль журналисты, то есть, есть среди них те, кто в предмете не понимают, но среди блогеров даже в процентном соотношении таких людей гораздо больше. А среди блогеров есть те, кто понимают. Ну, типа того, да. Потому что… Блогеры дурачатся. Вот даже много известных блогеров, которые о тачках ничего не знают, они просто в кадре дурачатся, и это всем нравится. Смех всегда как бы помогал захватить популярность. Вот Exhibit, да, Exhibit. Вот он что делал в тачке на прокачку? Он просто появлялся и ржал. И были какие-то приколы. Ну, как это так сделал, делал со смыслом, мне кажется. Он ставил телевизор везде. Да, мы поставим тебе телевизор в телевизор, чтобы ты… Он вот особо ничего не делал, но без него потом было сложно представить передачу, потому что было много смеха. Понимаешь, тоже самое Top Gear, они не разбирают какие-то нюансы технического устройства, а зато очень мощная эмоциональная составляющая. Но при этом они не говорят того, чего нет на самом деле. Они говорят все четко и по теме. Нет, они, конечно же, в теме глубоко и надолго. Так что здесь нужно сочетание, совокупность каких-то. То есть, на одних технических знаниях ты… На них только учебники писать. Учебники нет, но есть такие блоги, где на видео разбирают люди двигатели, объясняют, что это как. Классический, как спинуть мессервисный пробег. У них аудитория намного меньше, соответственно. У них аудитория меньше, да, и она специфическая. То есть, те, кто в этом заинтересован, вот он будет это изучать. А кому надо просто посмотреть, как построили кирпичную стену и разнесли её какой-нибудь старой иномаркой, которую до этого обварили по кругу водопроводными трубами. Вот это аудитория YouTube, которая представлена максимально широко. Естественно, потому что человек может даже не интересоваться машинами, а как на ней врезаются в стену, интересно всем. Ну, по-любому. То есть, это там или он упадёт с горки BMW X5. А, да. Кстати, недавно был этот ролик. И просмотр в большие разы. То есть, он же никто не говорил о том, какой у него мотор, хотя это, по-моему, был даже X5TM. X5TM вроде бы, да. Ну, то есть, речь-то была не о моторе, это вот то, как это работает. И развлечение всегда, оно более интересно людям, нежели образование, обучение. То есть, надо переворачивать на каждом тест-драйве по машине. Ну, вот как-то я… Фишка, чтобы у тебя была такая. Да, вот у меня пока другая фишка, пока, наверное, буду её придерживаться. То есть, у меня больше это такое подробное объяснение, написанное, как мне хочется верить, неплохим языком, с авторскими фотографиями. И люди, в принципе, реагируют, как я говорил, хорошо. Тём, у нас, на самом деле, до конца эфира, я смотрю, осталось буквально пять минут. Расскажи, пожалуйста, просто очень интересно, насколько часто бывает то, что машина реально не понравилась. У тебя было такое? То есть, не понравилось… И ты написал правду. И ты написал, что не понравилось. Ну, смотри, вообще сейчас… Ты же пишешь правду. Да. Стараюсь, да. На самом деле… Где заплатят? Пишешь правду или нет? Вот это, наверное, интереснее. Это мы за эфиром обсудим. Знаешь, всегда есть комментарии, сколько тебе заплатили за этот обзор. Ты говоришь, там, нисколько никто не верит, даже обидно. Так что, всегда берегу больше. Суть в том, что, на самом деле, сейчас все современные машины, они, по-своему, неплохие. И их надо анализировать, исходя из той аудитории, для которой они предназначены. То есть, можно тот же Renault Duster сравнить с Bentayga и сказать, что отделка салона у него вообще ни к чёрту. Но, если ты сравнишь с другими машинами в этом классе, ты поймёшь, что он крутой. Например, у меня была ситуация, когда у меня УАЗ на тесте потёк бензин из него. Я об этом написал. То есть, в принципе, о поломках автомобилей я пишу, но только они, на самом деле, случаются крайне редко. На самом деле, машины ушатывают при спарках очень сильно. И на это тоже надо сделать поправку. Все ездят на все деньги, это понятное дело. Ну, это как каршеринг, такая же фигня. Какая самая быстрая машина? Конечно, прокатная. Да. Так что, здесь, конечно, я пишу о тех недостатках, которые возникают у машин. И если мне машина, я говорю, что классная машина, но я ее не куплю, так я и говорю. Это же мое мнение. Это не так, что ты сказал, а неплохо. Понимаешь, то есть, не знаю, вот, например, «семерка» BMW наверняка классная машина, но я никогда ее не куплю, потому что я не буду ездить сзади. Да, но здесь видишь, какая фишка, что иногда на одни и те же тест-драйвы люди реагируют по-разному. Кто-то говорит, а, блин, вот это реклама такой-то машины, а другой говорит, ой, нифига ты ее приложил, вообще классно. Или из представителей говорят, что ты нас обижаешь, типа, блин, мы тебя вывезли, а ты это пишешь. А в то же время люди пишут в обзоре, в комментариях, что, блин, вообще, реклама куплена, все проплачено полностью. Сколько людей, сколько мнений. А было такое, чтобы компания, увидев твой обзор, написала, все, мы тебя больше не пригласим? Ну, бывало, что просто не приглашали после обзора. Хотя, на мой взгляд, там ничего такого не было. А как начинающему, вот секрет тоже большой. Который он, скорее всего, не раскроет. Да, для начала карьеры, а то очень много, наверное, конкуренции появится, как начинающему блогеру взять автомобиль на тест-драйв в парке компании? Ну, смотри, как бы существует две модели, одна из них такая накруточная, когда люди создают себе полулевый аккаунт где-нибудь в Инстаграме, накачивают его какими-то непонятными фоточками, сделанными на улицах, набивают туда сколько-то тысяч. Покупают мертвых подписчиков. Да, мертвых подписчиков и так далее, и так далее. И вот эту цифру присылают представительцы, говорят, вот я инстаграм-блогер, у меня сто пятьсот подписчиков, дайте мне тачку на тест. И вот на нее дачу. Да, да. То есть, такое тоже бывает, но все-таки в представительствах тоже не дураки работают, и они это все постепенно прекрасно понимают. А если говорить серьезно, то если ты хочешь сделать блог именно интересным людям, то на самом деле просто, как говорится, начинай с малого, бери и делай. То есть, сделай… Или со смарта все-таки. Возьми у друга автомобиль сначала и протестируй его. Да, можно начать с своего автомобиля. Хотя, конечно, у многих автожурналистов и блогеров нет своих автомобилей. Зачем? Есть же пресс-парк, да. Тёма, какой у тебя автомобиль? Ну, у меня есть Hyundai Santa Fe, который я в 2008 году новым покупал. Видимо, он так и стоит с 2008 года. Да, пробег еще там меньше сотни. Уже ржавый, просто ржавый. Пока не ржавый, а что ему будет? Это же корейское качество. И вот недавно купил Skoda Rapid для жены. Но там тоже не очень большой пробег, потому что она в городе ездит. Вот как-то так. Не очень впечатляющий такой парк. Если я сказал, что у меня BMW X3 винтажное и еще что-нибудь, это звучало поубедительнее, но на самом деле даже на этих машинах ездить мне особо некогда. Ну, я по тому и спросил, потому что, как мы в самом начале говорили, а зачем тебе машина? Доехать до аэропорта. До Прошпарка. Доехать до Прошпарка, да. Ну да, примерно так. Но сегодня ты, кстати, не на машине, насколько я понимаю. Сегодня не на машине. Сегодня, да, тестирую элитный общественный транспорт. Ну и как он тебе? Блин. Я стоял очень долго, ждал сначала троллейбуса, потом Uber ко мне не приехал. Так что, потом просто взял и побежал в направлении студии. Вспомнил свое детство спортивное. Надо было на велике ехать. Да, надо было, кстати, велик никогда не подводят. Так что, а вот я не знаю, есть ли велоблогеры вообще? Наверное, есть. Есть, конечно, наверняка. Ну, как, наверняка. Они точно есть, но просто они не настолько популярны, мне кажется, просто как автоблогеры. Ну, потому что Россия все-таки у нас зима. Не велосторана. Вот это все, да. Так что… Надо развивать. Между прочим, я помню твой блог, ты писал про фэтбайки. Да, был у меня такой, да, момент. Точно помню. Фэтбайки, кстати, да, взял на тест совершенно так. А ты говоришь, есть ли? Есть, я точно одного знаю, велоблогера. Ну да. Вот, на самом деле, Тём, время у нас закончилось, даже не подошло к концу. И у меня такое ощущение, что вы не обсудили даже половину. Ну, как обычно. Как обычно, надо второй раз. Автоблогеров надо вообще периодически приглашать, потому что у них информации все больше и больше становится. Да, и вот 8500 просмотров сразу вместо 7. Я хотел по случаям, секунду, передать во Францию привет. У нас там есть друзья, которые строят хот-роды из премиальных тачек, живут в замке. Вот, хотел лично передать привет Александру Дантону. Вот. Я сегодня в твоей футболке. Вот. Собственно, в гостях у нас был Артём Очкасов. Сегодня он открыл нам глаза на многие фишки блогерства, автоблогерства. Вот. Надеюсь, вам это поможет начинающим. А Тёма надеется, что не поможет, чтобы не было конкуренции. Вот. Спасибо тебе, что очень многое рассказал. Да. Спасибо, что позвали. Рады были тебя видеть сегодня. Да, взаимно. Я думаю, может, ещё позовём. С удовольствием приду, да. Вы слушали на Media Metrics автотему. Ведущий Ленца Аркадий и Алексей Корниенко. И в гостях сегодня был Артём Очкасов. Всего хорошего. До свидания. Всем счастливо. Всем пока.